Звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что история Марины Каташенко вызывает несколько вопросов. Сергей нашел в рассказе вдовы Градского нестыковки и предположил, что ограбление могло быть на самом деле инсценировкой. Жорин заметил, что преступление было совершено около 13 часов дня. Однако в полицию Каташенко решила обратиться только поздно вечером. Если с 13 до 20 часов ей ничего не препятствовало обратиться в правоохранительные органы, а она это не сделала, это вызывает большое количество вопросов, поскольку многие преступления раскрываются именно по горячим следам, пояснил Жорин. Сергей посчитал подобное ограбление глупым поступком, поскольку в случае, если Каташенко причастна к преступлению, то ее быстро вычислят, а во-вторых, общественность и суд сочтут ее недобросовестным наследником, что может ей грозить уголовной ответственностью. Если действительно вдова рассказывает неправду или имеет определенное отношение к происшествию в виде соучастия в нем, это, на мой взгляд, глупо, сказал Жорин. Однако Жорин не исключает того, что это странное ограбление все же могло быть правдой. Официальных подтверждений соучастия Марины Каташенко нет, поэтому отрицать факт вооруженного нападения на вдову Александра Градского нельзя. Правда, тогда вопросы уже появляются к самим злоумышленникам, которые повели себя крайне непредусмотрительно. В таком случае, по мнению адвоката, преступление будет раскрыто очень оперативно. Вполне возможно, если она стала жертвой преступников, то, конечно, за ней наблюдали. Преступники были осведомлены о наличии ценностей и ценных средств. Это указывает на то, что они действовали по наводке и ограничивает круг лиц, которые имеют отношение к данному преступлению, рассказал Сергей Жорин.